Продолжение следует... Продолжение следует... И каждый раз говорил, что у нас, к сожалению, это невозможно пока. Но вот настал день, когда на месте моей работы мы увидим сейчас доску, которую сделал молодой, одаренный художник. Я очень этому рад. Продолжение следует... Но самое главное остается потом, потому что говорить о том, что у нас ливня закончилось, нельзя, потому что нету пока, по крайней мере, заказчика. А я предполагаю, что там помимо заказчика есть еще и посредники, но еще ряд персонажей, которые так или иначе к преступлению причастны. Убийства журналистов, о которых никто не мог подумать. Мы учили в университете, мы читали, что журналистика – это классная профессия, но где-то это было очень далеко, не в нашей стране. Сегодня это наша реальность. 348 имен, уже сейчас их 351 имя. Тех людей, которые погибли, пропали без вести, умерли при невыясненных обстоятельствах – это наша реальность. Большинство из этих смертей не получили достаточного юридического ответа, достаточного расследования, виновное не названо. Ахмед Набиев погиб сегодня утром под Махачкалой. Рано утром журналист вышел из дома, сел в машину, успел проехать 50 метров. Неизвестно, обстреляли автомобиль. Ахмед Набиев получил несколько ранений в голову и скончался на месте. Ни одно дело не раскрыто. Раскрыт им дело считается только тогда, когда на суде доказывают, что конкретно какой-то человек его убил, кто-то принимал участие, и еще, когда они показывают на заказчика. Такого дела ни одного в Дагестане не было. По делу Гаджимарада Камалова и по Ахмедилову дело вроде бы начато было, начато было хорошо. Посадили двух убийц Ахмедилову. От них они получили признание и доказательную базу. Но это дело тоже они хотят перевести на личные неприязненные отношения, убирая оттуда заказчика. В принципе, он, конечно, один из великих ребят нашей профессии. И он доказал это своей жизнью, чтобы никто не сломал его угрозу, и какие-то властные окрики, и те страшные избиения, за которых он потерялся. Я не могу повторять. Он очень не любил тупошную власть. И она его очень сильно не любила. Значит, об этом важно сказать сегодня, потому что, по некоторым сведениям, люди, которые причастны к гибели Бекетова, так или иначе, возвращаются в эту власть сегодня в Кимково. И это необходимо помнить, необходимо знать, что то, что мы открываем ему памятник, это значит, что мы все помним. Памятник от слова память. Мы помним, что он сделал и что сделали с ним. И поэтому никогда этого не забудем. Важно также помнить, что его убийцы, не найденные, не наказаны. И если мы хотим что-то сделать, не только для его памяти, а вообще для этого города, для других журналистов, на которых совершались нападения, мы должны сделать все, чтобы эти люди были найдены и наказаны. Дело по расследованию покушения на Бекетова было опять в очередной раз передано из Федерального Следственного Комитета в Московскую область. Его перекидывают бесконечно. При этом в этот раз сотрудник Следственного Комитета мне прямо сказал, что оно было спущено вниз, как безнадежное, как малоперспективное. Нападение на меня случилось 5 марта 2009 года. Скажение, это момента нападения я не помню, но до сих пор не помню, как оно было произведено. То есть это, видимо, со спины на меня ударили, я упал, и тогда меня добивали. Мы проявляем свою поддержку нашему коллеге, товарищу, члену управления нашей организации Вадиму Рогожину и выражаем требование найти преступников. Все прогнозы и врачей были, что я не смогу выжить. После такой травмы меня пробили насквозь череп. Там буквально четверть черепа было раскроено. Но, тем не менее, благодаря врачам, молитвам всех моих друзей и родственников все-таки выкарапался. Хранить, спеши ты, нас хранить. А у нас еще есть дела, у нас дома детей мал-мала, да им просто хотелось пожить. А у нас дома детей мал-мала, да им просто хотелось пожить. У нас дома детей мал-мала, да им просто хотелось пожить. Ну, а у нас дома детей мал-мала, да им просто хотелось помнить. Как вы считаете, почему на вас напали? У вас есть какие-то ваши версии? Витя Хозен, как на наш взгляд, писал очень много разблочительных материалов о расследовании, скрывали конфликты, скандалы. То, что тут спектр подозреваемых был очень велик, по 10 направлениям, так можно сказать. И мы подозревали прохранительные органы, и коммерческие структуры, и силовые, и политические. Заказчиков, к сожалению, не нашли. Остается нам догадываться, кто они таковы были. Но это все люди, которые еще до сих пор находятся, и при бизнесе, и при власти. Избиение, нападение на журналистов, различные формы преследования, запугивания, обращение в суд. Это практика наших СМИ во всех регионах России. Форма цензура многообразна. Во всем цивилизованном мире журналистов, когда они высказывают критику словом, к уголовной ответственности не привлекают. Россия, к сожалению, вернулась на шаг назад и обратно вернула уголовную ответственность за клевету. И, соответственно, мы теперь пытаемся понять, каким образом будет это использоваться. И, как мы видим, практика пока развивается достаточно репрессивно. Все уголовные дела, которые возбуждены в отношении российских журналистов в разных регионах, это и Хакасия, и Хакасия, и Хакасия. Это и Хакасия Михаила Фанасьев, это Подмосковье, это Сахалин, где возбуждено уголовное дело. Во всех этих случаях все абсолютно потерпевшие – это высокопоставленные чиновники. Это либо депутаты различных уровней, либо сотрудники правоохранительных органов, либо достаточно видные административные номенклатурные деятели. Это, на самом деле, само уже говорит о том, что это инструмент, который используется для подавления свободы критики, свободы массовой информации. Я думаю, наша полиция хотела рассчитаться со мной за моей публикацией, за то, что я вскрываю такие факты, как исчезновение людей, как убийство людей безнаказанных. Ну, первое дело, не довели до суда. У меня были все основания считать, что суд будет несправедливым. Но в какой-то момент ситуация переломилась все-таки, и суд пошел по пути закона, и в итоге вынес оправдательный приговор в отношении меня. Скажите, а вы чувствовали какую-то поддержку, солидарность? Что для вас имело значение в этот момент? Меня поддерживал Союз журналистов России особую роль, я хочу это отметить, сыграл Центр защиты прав СМИ из города Воронежа Галина Арапова. Учитывая, что у нас мизерный процент оправдательных приговоров вообще в России, конечно, это прецедент. Это прецедент не только в ситуации конкретной с клеветой и конкретным журналистом в конкретном регионе. Это, в принципе, редкий случай, когда оправдательные приговоры в России выносятся. И мы смогли, конечно, солидарными усилиями, консолидированными усилиями Союза журналистов России, Центра защиты прав СМИ, коллеги из международных организаций, Артикль 19, ОБСЕ, все поддержали Михаила Афанасьева в этой его попытке доказать свою правоту. Хужецкий монастырь светится. Вот, если хотите, пойдем туда. Церковь Иоакима и Афанасьевна. 13, август 13. Ну, молите, чтобы было. Так, какое число? 3 августа, 17 августа. Вот она, бед по кругу или иногда они возвращаются. Собственно, вот был и сыр-бор. И сзади все. В нашей газете за 28 августа 2013 года была опубликована статья «Бег по кругу или иногда они возвращаются». Она касалась одного из кандидатов, который в прошлом был главой района, не очень успешным. Вот, а в эти выборы он решил опять, так сказать, вернуться и выдвинул свою кандидатуру на выборы на главу района. Вот. Статья была критическая. Мы рассказывали о том, как он руководил в то время. Вот. И он решил, что задеты его честь и достоинства. Собственно, но с помощью специалистов фонда защиты гласности, центра защиты прав СМИ из города Воронежа нам удалось доказать, что газета имеет право на критику. И в результате адвокат и истец запросили мировое соглашение. Мое требование было, что они отказываются от своих материальных требований, там 2,5 миллиона, вот, что не будет никакого опровержения. Мы просто дали извинения ИСЦУ через газету о том, что были допущены некорректные выражения в его адрес. Собственно, и все. Собственно, и все. Это человек, который не понимает причинные докировки, и в качестве одного из авторов я и пришел сегодня в Рождество. Вся прелесть вот этого ответа, который мы получили из Генпрокуратуры, смешного и бессмысленного, она заключается как раз в том, что там нет никакой конкретики. Совершенно никакой. Их просто не устраивает в целом контент. Например, есть претензия по разделу «Болотное дело». Вот просто им раздел. Мне нравится «Болотное дело». Суд счел, что, согласившись с позицией Роскомнадзора и прокуратуры, счел, что дело не подведомится на арбитражном суду, и оно должно рассматриваться в суде общей юрисдикции. Поэтому на сегодняшний день, пока у нас дело прекращено в производстве, мы сейчас будем готовить заявление в суд общей юрисдикции, ну и, соответственно, месяца через два, я думаю, процесс возобновится. Новое законодательство создает определенные сложности для тех, кто работает в новых видах СМИ. И мы видим, что законодательство используется избирательно. В этих условиях особенно важно становится журналистская солидарность. Субтитры создавал DimaTorzok